Ребята, всем привет! С вами Смакодрон. В этом видео я расскажу, как плавно снимать видео на дрон. Разберем типичные ошибки каждого дрончика и научимся правильно настраивать подвес и камеру дрона. Также я расскажу, какие есть способы удерживания пульта и какое положение дает наилучший результат при съемках. В этом видео я поделюсь упражнениями, которые помогли мне добиться плавности картинки. После просмотра этого видео вы не будете снимать как прежде. Готовы? Тогда поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Многие дронщики думают, что поднять дрон в воздух и сделать опасный пролет возле объекта это и свершина успеха пилота. Да, конечно, это круто, но наша задача в первую очередь научиться правильно снимать на дрон и потом уже с этими знаниями творить шедевры и залетать хоть в кратер вулкана. Главное, чтобы это видео было снято по-настоящему эпично и захватывало дыхание зрителя, а не просто судорожной конвусией видео, снято на дрон. Правда, ведь приятно смотреть на видео, которое как словно река перетекает с кадра в кадр, перенося нас в сюжет, который хочет передать нам автор своего видео. Плавно и без дерганей картинки. После просмотра ваших работ с дрона я понял, что у большинства пилотов есть серьезная проблема с плавностью картинки. Я потратил много лет на то, чтобы научиться управлять дроном, пролетать опасные участки, залетать в труднодоступные места, но все это было неправильно. Ведь мне нужно было в первую очередь научиться правильно снимать на дрон и потом уже изучать высший пилотаж. Покупая дрон профессионального класса, мы автоматически хотим получить качественный продукт. Все свои работы за много лет я до сих пор храню, но вопрос в том, кто будет смотреть эти видео, которые ужасно дерганы и не имеют никакой художественной ценности. Так же, как и многие новички, я снимал как умел, у меня не было учителя, все приходилось познавать методом проб и ошибок. Как видите, я ужасно снимал на дрон, постоянно дергал камеры, делал нелогичные движения. Камера, словно отдельно от дрона, жила своей жизнью. В данном примере видно, что еще не имея понятия, как управлять камерой, персонажи выпадают с кадра, и заказчик, наверное, был, мягко говоря, в шоке после просмотра этих исходников. Цель этого видео – научить вас не повторять моих ошибок, начать творить шедевры, которые будут иметь ценность среди ваших заказчиков и позволят вам выйти на новый уровень. А эти мои архивные кадры пусть будут вам примером, как снимать не нужно. Много лет назад у меня была целая эскадрилья дронов, и скажу сразу, что даже Inspire 2 с последней камеры без умения правильно снимать и ее настраивать не даст ценных материалов. И единственное, что вы получите – это красивую бракованную картинку. Опытный пилот сможет снять эпичные кадры, хоть на Mavic Mini. Все решает умение настраивать камеру и делать плавные пролеты. Поэтому приступаем к первому ключевому параметру – это правильное удержание пульта. Эх, снова беспорядок на столе, убрать. Берем пульт от Фантома, держатель, нафиг. Основная проблема – это поворот дрона, то есть рысканье. 70% бракованных кадров именно за этого левого стика. Картинку вечно дергают во все стороны, и это очень заметно. Вроде стараясь, чуть не по миллиметрам поворачиваешь дрон, а получается, ну как всегда. Такое ощущение, как будто камера лупатит с вертухи пьяные охранники после очередного пойманного дрончика. Чем больше фокусное расстояние камеры, тем сильнее видны эти дергания. Первый способ удержания пульта – это классический. Большие пальцы на стиках, указательные пальцы на управление диафрагмой и положение камеры, средние пальцы на горячих клавишах и остаются 4 пальца без дельника. Второй способ удержания – это по 2 пальца на стик. Недаром пилоты гоночных дронов используют именно этот метод. Управление диафрагмой и камер – средними пальцами, а мизинцами – горячие клавиши. Некоторые держат за кончик стика для более четкого управления. Возьмите свой пульт и попробуйте поворачивать одним пальцем и двумя. Я снимаю третьим способом. Как по мне, это самый оптимальный вариант для получения планового рыскания. Я хватаю стик указательным пальцем сзади, далее прижимаю большим пальцем сверху, средним пальцем управляя камерой. При поворотах дрона вокруг своей оси я стик прижимаю к указательному пальцу, тем самым ограничиваю силу хода стика. И повороты дрона становятся плавнее даже в спорт режиме. Дергание картинки в стороны сводится к минимуму. В принципе, каждый пилот держит пульт так, как ему удобно. Но для себя я нашел тот вариант, который позволяет мне получить плавность картинки не только в трипот режиме, но даже и в спорт режиме. Я предлагаю каждому попробовать три варианта и найти самый подходящий для себя. Но в любом случае, двумя пальцами четкость движения выше, чем одним. Стик рысканье я удерживаю двумя пальцами, а управление положением дрона я удерживаю по классике. Следующий важный параметр – это управление спуска и подъема камеры. Многие начинают неравномерно вращать колесико камеры и тем самым превращать брак в свой только что снятый материал. Ведь подъем и спуск камеры также должен проходить плавно и равномерно, без поддергиваний. Вращать колесико тоже нужно плавно и линейно. Некоторые вообще как в носу ковыряются или чешут затылок к пальцу. По эргономике правильно вращать колесико прямым пальцем, а не крючком. Как видим, я вращаю колесико камеры плавно, линейно, как катая ручку по столу. Кто-то вообще умудряется чуть не по локоте, так колесико крутить. Инженеры продумали и рассчитали ход таким образом, чтобы от края до края хода колесико крайние его значения помещались в одну флангу пальца. Вот возьмите свой пульт и попробуйте покрутить колесико. Плавность вращения колесико играет также немаловажную роль в построении сцены. Правда приятно смотреть на картинку, когда камера линейная, без рывков, плавно опускается или поднимается. Вот сейчас я покажу на своем примере, как я использую третий вариант удерживания пульта и вращения камеры средним пальцем. Он длиннее и не такой поворотливый, что есть его плюсом. Как видим, все плавно, без дерганий. Итак, в носу не ковыряемся, держим палец пистолетом и все будет ок. Теперь давайте настроим камеру дрона в программе. Заходим в главные настройки, переходим в Advanced Settings, переходим во вкладку EXP. Нас интересуют Radar Right и Radar Left, поворот влево и поворот вправо. Ставим значение на 0,10. Это мы увеличили время отклика стиков по рысканию. Следующий параметр это Sensitivity, чувствительность. Нас интересует Yav Movement Limit, скорость вращения вокруг своей оси. И ставим значение на минимум. Следующий меняем параметр во вкладке Gain, усиление. Ищем параметр Yav, то есть рыскание, и ставим на минимум, то есть 80%. Сразу после таких настройок ваш дрон станет плавно вращаться вокруг своей оси и даст плавность картинке в поворотах. А теперь давайте настроим скорость подъема и спуска камеры. Кликаем на значок подвеса в главных настройках программы. Значение Gimbal Pitch Smoothness отвечает за инерцию движения камеры. То есть высокое значение обозначает, что камера будет дольше по инерции останавливаться после подъема или спуска камеры. На примере мы видим, что при 30 камера имеет больше инерции и плавности, нежели чем значение 10, где движение получается более резким. Давайте попробуем поставить значение на 0. Камера сама по себе поднимается плавно, но как только мы отпустим колесико, мы получим резкий стоп по картинке, что есть браком. А теперь давайте я поставлю значение на 30. Как видим, при таких же самых действиях с колесиком, камера остановилась плавно, без резкого стопа и незаметно, что нам и нужно. Следующий важный параметр это Max Gimbal Pitch Speed сквозь подъема и спуска камеры. Многие недооценивают данный параметр. Высокое значение слишком быстро опускает и поднимает камеру. Оптимально это 25. Тогда у нас камера поднимается и опускается не спеша, плавно. И это нам нужно, если мы снимаем художественные сцены. Давайте посмотрим на примеры. Думаю, вы и так видите разницу, как лучше. Теперь давайте приступим к практике и сделаем упражнение для выработки плавности нашей картинки. Итак, первый этап. Делаем упражнение на подъем камеры. Наша задача поднять очень плавно камеру вверх и отпустить колесико таким образом, чтобы мы на картинке не заметили этого. Рекомендую тренироваться на длинных трассах, чтобы четко было видно горизонт и по нему смотреть, как плавно мы отпустили колесико. Движение должно быть очень плавное, медленное и без рывков. Если после отпускания колесико у нас вышел стоп-кадр, то это брак. Идеально это, когда зритель не заметит, что камера уже не поднимается и колесико уже отпущено. Второй этап, то же самое, только мы делаем упражнение на спуск камеры. Плавное движение камеры без дергания. Очень удобно тренироваться на какой-то трубе, где сразу видно перспективу и понятно, был рывок или нет. И главная задача отпустить колесико в нижней точке так, чтобы не было заметного пинка. Следующий этап, это упражнение на поворот камеры. Наша задача максимально плавно, с помощью левого стика, который отвечает за рискание, держать максимально строго в нужном направлении. Вот мой третий способ удержания пульта, как раз это демонстрирует. В данном примере даже не используется режим Tripad, то есть статива. Идеально отрабатывать данное упражнение на высоких домах, где есть угол. Так очень удобно анализировать наши движения камеры. После того, когда мы научились плавно делать повороты, я рекомендую увеличить скорость, тем самым усложняя себе сцену. Если дернули картинку, начинайте заново, до тех пор, пока не будет идеально. Следующий этап, самый сложный, это комбинирование всех стиков и вращение камеры. Очень удобно отрабатывать на кранах. Наша задача одновременно поднимать дрон, вращать его, поднимать или опускать камеру. Главное на начальном этапе это делать не спеша, спокойно, без рывков. Старайтесь делать протяженные пролеты от 10 секунд, постоянно вращая дрон и камеру. Я таким образом на кранах пару месяцев отрабатывал технику плавной съемки. Патронируйтесь вдоль шоссе, поднимать и опускать камеру, снизу вверх и наоборот. Главное аккуратно, не забывайте про провода. Старайтесь собрать сложные сеты из сменной скорости, направления и погонять за машинами, только не в режиме активтрек. Толк 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 Раскрой секрет, как избежать толчка при опускании камеры вниз. Все очень просто. Присматривайте за шкалой градусов камеры и старайтесь остановить ее до значения 90 градусов, постепенно опуская колесико. Чем раньше остановите, тем плавнее будет спуск. Главное не на самом 90 градусе. Ну что ребята, надеюсь вам понравилось это видео и теперь вы будете снимать более эпично, чем прежде. Также, если вы хотите поддержать канал, ссылка на поддержку канала будет в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Смакодрон. Смакуйте и кайфуйте. Я готовлю вам следующее видео и это будет прожарка ваших работ, часть вторая. Поэтому не пропустите. С вами был Смакодрон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok